Девушки отдыхают Должок Судебные приставы с сотрудниками ДПС арестовали 21 автомобиль Учат в школе Сотрудники МЧС проводят для учащихся всероссийские уроки по безопасности В четверг 2 марта за ЧП случившимся в Брянской области следили все без исключения Украинские диверсанты совершили террористический акт на территории Климовского района Погибли двое мирных жителей, раненый один мужчина и 10-летний мальчик Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь В этот же день украинский беспилотник совершил атаку на село Сушаны В результате чего сгорел жилой дом Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры Домовладения и автомобили В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация Вся Россия узнала и имя героя Федор Симоненко, тот самый раненый мальчик Несмотря ни на что, он не растерялся и сумел вывезти из машины и увезти подальше от опасности Двух школьниц, находящихся рядом с ним Сейчас Федор находится в Брянской областной больнице номер один Идет на поправку За героизм и самоотверженность 10-летний герой награжден медалью «Доблесть и отвага» Ему всего-то 10 лет Дневник простого третьей классики Но выпал вдруг ему билет для тех, кто старше и в тельняшке Он ехал в школу, как всегда Девчонки рядом, младше классом Но ворвалась в их жизнь война В них нелюди стреляли в касках Жовто-блокидный украли их Дал очередь парнишке в спину И хоть попала пуля в цель Пацан своих в беде не кинул Девчонок вывел, спрятал в лес Потом уже поймал машину Фашистский желто-синий бес Ведь не понять тебе, вражина Что русским не сломать хребет Хоть для тебя Россия рашка Наш пацаненок в 10 лет уже готов носить тельняшку Ты поправляйся, дорогой Дар Божий имя Федор значит И поступил ты как герой Не могут русские иначе И враг ответит исполна За то, что сердцем сатанеет И кара Божия страшна За тех детей, что так взрослеют Участились атаки на брянцев и телефонных мошенников Только за неделю в полицию поступило 86 сообщений О фактах мошеннических действий Обманутые граждане пополнили кошельки преступников Почти на 30 миллионов рублей В абсолютном большинстве случаев Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков Пожалуйста, будьте бдительны Не доверяйте информации от незнакомых собеседников Каждый преступник рано или поздно Понесет наказание И пособников-мошенников Все чаще стали задерживать полицейские Об одном из таких случаев И не только об этом Расскажет заместитель начальника Пресс-службы регионального ОМВД Ольга Бартулева Передаю ей слово Здравствуйте Полицейские оперативно задержали Уличного грабителя Инцидент произошел в советском районе Брянска В опорный пункт полиции Подростки принесли мужскую сумку с телефоном Ключами и паспортом, которую нашли на улице В считанные часы сотрудники правоохранительных органов Установили владельца вещей По словам потерпевшего Он возвращался домой в восьмом часу вечера Когда неожиданно получил удар сзади Сбивший его с ног После этого злоумышленник поднял с земли его сумку И скрылся в неизвестном направлении Личность предполагаемого грабителя Удалось установить в течение суток Им оказался 46-летний уроженец Климовского района Подозреваемый был задержан в областном центре По месту жительства По словам фигурантов, в вечер нападения Он выпил изрядную дозу спиртного И совершенно не помнит, зачем напал на потерпевшего Как забрал и потерял его имущество Подозреваемому было предъявлено обвинение По уголовному делу по статье «Грабеж» До суда он будет находиться в СИЗО Полицейские задержали супружескую пару Подозреваемую в магазинной краже Они похитили продукты на сумму почти 4000 рублей Инцидент произошел в одном из магазинов самообслуживания Расположенном в советском районе Брянска Мужчина и женщина пришли в магазин За покупками с детской коляской Злоумышленники, используя сумку от коляски Сложили туда часть товаров А затем миновали кассовую зону неоплативых На допросе подозреваемые пояснили, что старались выбрать места Где обзор видеокамерам был чем-то загорожен А сами в это время перекладывали товары из тележки себе в сумку Таким образом им удалось похитить баночки с детским питанием Продукты и некоторые вещи Сумма причиненного ущерба составила почти 4000 рублей В настоящее время в отношении фигурантов Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Оперативники задержали пособника дистанционных мошенников На счету подозреваемого трое обманутых пенсионерок 18-летний уроженец Краснодарского края, ранее не имевший проблем с законом Успел забрать более полумиллиона рублей у трех пенсионеров Деньги потерпевшие отдавали курьеру после разговора с неизвестным мужчиной Представлявшимся сотрудником силовых структур Он сообщал, что близкий родственник женщины устроил смертельное ДТП И теперь ему грозит уголовная ответственность Однако его еще можно спасти, если заплатить Подозреваемый был установлен в течение суток и задержан на территории города Москвы Полученные деньги он успел перевести на расчетный счет своих работодателей По фактам преступной деятельности задержанного возбуждены уголовные дела Полицейские поздравили жительниц Брянска с 8 марта Мероприятие было организовано в рамках акции «Цветы для автоледи» Ее уже по традиции автоинспекторы проводят в преддверии Международного женского дня На дорогах области сотрудники госавтоинспекции Останавливают девушек-водителей, чтобы поздравить их с праздником Вручить цветы и пожелать хорошего настроения А также напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения В Брянске прошла операция «Должник», в ходе которой судебные приставы совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы арестовали 21 автомобиль, владельцы которых не оплачивали штрафы В общей сложности 925 тысяч рублей 19 должников не захотели лишиться автомобиля и тут же погасили долг на общую сумму 813 тысяч рублей А два водителя отказались оплачивать штрафы и их автомобили эвакуировали на штрафстоянку Брянский районный суд вынес приговор главврачу Брянской межрайонной больницы Он признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть шестерых человек Осужденный, будучи главным врачом больницы, принял на работу сотрудника, который не прошел обязательное техническое обучение и не имел удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов Из-за этих халатных действий главврача сотрудник в ноябре 2020 года допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения Она обеспечивала бесперебойную работу аппаратов ИВЛ В результате они вышли из строя Аварийное отключение искусственной вентиляции легких привело к смерти шестерых пациентов Главврачу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года Обучение и практические навыки всегда очень важны Это, как никто лучше, понимают сотрудники МЧС Которые в эти дни проводят всероссийские уроки по безопасности для школьников Ежегодно более 350 детей в России гибнет на пожарах Спасатели уделяют особое внимание протилактической работе с несовершеннолетними И формированию у них культуры безопасного поведения 1 марта стартовали всероссийские уроки по безопасности Школьникам рассказали, как правильно вести себя при пожаре Какие опасности могут быть на льду и воде, в общественных местах и в сети интернет Ребята узнали о безопасном поведении дома и на отдыхе Как действовать при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций Природного и техногенного характера Для наглядности учащимся образовательных учреждений Демонстрировались боевая одежда пожарных и средства индивидуальной защиты И на сегодня это все Цените свою безопасность как самое главное ваше право До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok